Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на матче шестого тура турнира UFLU, где сегодня в городе Волгограде сойдутся команды Футбольная школа имени Леонида Слуцкого и Спортивная школа Черноморец. Шестой тур, последний матч. В центре поле прямо сейчас у нас игроки школы Слуцкого. Именно они будут разводить мяч. Что же, поехали. Давайте. Умудрился не просто забить гол, да, но и попасть в число лучших игроков тура. Попав на голосование, тем временем опасная атака продолжается. Удар в дальний угол. Очень близко к первому удару створ было здесь, но... Ну и смотрим за исполнением данного стандарта. Розыгрыш мяча. Касание следует оборотная передача. И навес на дальнюю штангу, где есть кому замкнуть, а есть кому замкнуть. Опасный эпизод получился. И было ощущение, что просто потерял ворота буквально Тимофей Коваленко. Но остается подбор за школу Слуцкого. Во фланг пас проходит. Должен быть навес в штрафную. Следует передача. Шарапов постарается замкнуть. Ух, как опасно. По дальнюю штангу бил на втором этаже здесь Тимур. На ближнего пас отдает. И можно входить в штрафную. Можно даже, наверное, и пробить. Пас на Шарапова. Шарапов должен раскачать как-то здесь постараться. Слева бьет Шарапов в ближний угол. Близко. Но при всем этом Шарапов выговаривает. Артему Димитрову. Все ведь помнят то, что, между прочим, легкоатлет успел в большом футболе поиграть. Но это уже другая история. Шарапов входит в штрафную сам. Проходит передача. Нужно забивать здесь. Удар. Спасает ворота. Добивание. Тут же Башкатов. Два сейва от голки про черноморцы. Вот это называется уже вошел в игру. Полноценно вошел в игру. А Леонид Гайда, если я ничего не путаю. Да. У Шкова-Слуцкого по 31 номерам он. Ну и что? Контратака. Отлично себя на ходу дается прокинуть. Гордиенко. Выходит к воротам. В последний момент буквально спасает свою команду. Можно отдавать во фланг. Но там нет пространства. Вот только сейчас находит зонку. Низом передача. Шарапов. Один на один. Выход перекидывает голкипера. Нет положения вне игры. 1-0. Тот самый гол на последних минутах первого тайма. И насколько же, насколько же эта передача была идеальна. Ну и как разобрался Шарапов. Шестой гол в этом сезоне для Тимура. Скауты, посмотрите на этого парня. Вполне скоро возможно. Мы уже в общем-то видели. Что Чайка, что Краснодар могут допускать осечки. И с ними можно бороться. Обе команды уже это демонстрировали. Дальний удар здесь, что опаснейший был. Ну я так понимаю. Футбольники, так называемые, на которых весь футбол строится, вычеркивает Школу Слуцкого. Нет фола. Можно игру продолжить. Последний момент в подкате. Катится вновь Денис Трофимов. Выкатился так, что нарушил правила. Пенальти в результате. Катинка у мяча и спасает ворота своей команды Тимофей Коваленко. Угадывает удар. Черноморец не поплыл. Но нельзя такие шансы транжирить. Шарапов. Один в два. Обратный пас отдает он. Будет ли удар. И верхом. Но мимо ворот. Ближний девяток, имеете, обязан подобные мячи забирать. Тимофей, я думаю, если закончат матч на ноль, сегодня определенно имеет шанс войти в свальческую сборную тура. Шарапов, как и воспользовался возможности ошибкой соперника. Передача на пустые ворота. 2-0. Футбольная школа Слуцкого действительно пользуется футбольным правилом. Не забиваешь ты, забивают тебе. Автор забитого гола Артем Димитров. Похож на то. Но Тимур Шарапов не пожадничал. Не пожарит. На фланг передачи Килисиди. Один в один остается он. Можно и обыграть постараться. Так и происходит. Килисиди идет дальше. Передача в одиннадцатометровую зону. Удар поворотом. Есть гол. Абдулхаким Казимов забивает первый. И мяч неудовалось для своего коллектива сохранить. Для Артема, к слову, четвертый удар. Уже два из них из-за предела штрафной. Но в створ ни одного еще не видели. Шарапов, как развернулся Тимур. А что дальше? Смещается в центр. Бьет поворотом добивания. Гайдай, штанга. Добить нужно слева. И спасают защитники черноморца ворота своей команды. Тимур Шарапов. Слуцкого на правом фланге уже готовится. Эту передачу получает один из партнеров. Шарапов вновь штрафной. Шарапов продолжает. Класс игроков на газон. Еще удар. И вновь сейф Башкатова. Красненького. Как мне, карта. Сегодня он цементирует центр поля. Школа Слуцкого. Очень надежно пока играет. Проходит передача при этом здесь на Димитрова. На вештрафную. Сильно выше. Шарапов. Дубль Тимура Шарапова. Они сегодня лучшие друзья. С Артемом Димитровым. И 3-1. 3-1. Седьмой гол Тимура Шарапова в этом сезоне. Выпрыгнул. Достал. А вот защитники черноморца абсолютно потерялись. В игре один в один. Нефтяник против Сочи. Также 2 июля. Ну и в воскресенье Черноморец сыграет против Чайки. Дальний удар. Тем временем Коваленко спасает на добивании. Нужно забить. Но в ноги мяч просто улетает. Коваленко застревает там. Да, Школа Слуцкого соответственно. Да, возможно таких шансов-то больше и не будет. Такая передача не точная. Перехват нужно делать и забивать. Четвертый. Протыкает мяч игрок Школы Слуцкого. Арсений Сафонов наказал Ивана Башкатова за ошибку. Нахвалили мы Башкатова вдоволь. Вот можем и поругать. И искренняя улыбка на лице у Кудрявцева тоже показывает многое. Показывает на сколько же. Питров юношеский. Получается, что догоняет Антона Беккера. Из команды Роттера с четырьмя забитыми голами. Что же, матч окончен. Действительно, футбольная школа имени Леонида Слуцкого обыгрывает спортивную школу Черноморец. Идет он 4-1. Друзья, у нас впереди, помимо всего прочего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok